Так называемая серая зарплата часто ассоциируется с более высокими доходами. Аргумент один. То, что наниматель, не заплатив казну, он добавит работнику к зарплате в конверте. Но выигрыш на короткой дистанции обернется потерями в долгосрочной перспективе. И для нанимателя, и для работника. Если инициативного в кавычках работодателя проучат государство, то работник накажет себя сам. Работники нередко ведутся на предложение нанимателя получать так называемую заработную плату в конверте. Как им кажется привлекательным, сэкономить на выплате налогов, положив эти суммы в карман. Однако именно для работников, получающих такие зарплаты, возникает масса подводных камней. Сейчас очень развита система потребительского кредитования. Купить можно в кредит все, что угодно. Однако покупателям, получающим зарплату в конвертах, отказывают в приобретении в кредит даже чайников. Так как в справке с места работы значится в лучшем случае размер минимальной заработной платы. Под вопросом также оказывается и получение визы. Этим гражданам для ее получения также необходимо доказательство своей финансовой состоятельности. Такие работники должны быть готовы к тому, что болеть или находиться в отпуске им придется за свой счет. В лучшем случае наниматель оплатит эти дни по минимуму. Неофициальное трудоустройство также чевает о тем, что в случае болезни работник не имеет права на получение выплаты с фонда социального страхования по листку нетрудоспособности. И, как правило, им не предоставляется ежегодная отпуска. То же самое ждет работника при получении производственной травмы. Впоследствии ему практически невозможно будет доказать, что травма получена именно у работодателя. В последнее время в налоговые органы все чаще обращаются люди, получавшие заработную плату в конвертах, и которые при этом даже не оформляли трудовые отношения с нанимателем официально. Теперь же они, как говорится, просто в народе признаются тунеядцами. И, соответственно, им необходимо будет до 15 ноября 2016 года уплатить сбор на финансирование государственных расходов, который будет составлять 20 базовых величин, то есть 3 миллиона 600 белорусских рублей, при нахождении на территории Республики Беларусь 183 календарных дня в 2015 году без официального трудоустройства. Если физическое лицо работало менее 183 календарных дней в прошлом году, уплатить придется недостающую разницу между вышеуказанной суммой и суммой уплаченного им подоходного налога. Пожалуй, еще один существенный минус получения заработной платы в конверте человек почувствует перед выходом на пенсию, когда узнает, что она будет копеечной. Поэтому прежде чем соблазниться зарплатой в конверте, не лишним будет задуматься, стоит ли оно того.